Мошенники постоянно придумывают новые уловки и способы обмануть, поэтому попытки защитить мобильное устройство уже стали частью нашей цифровой жизни. Тем не менее, некоторые виды мошенничества опознать непросто, поэтому важно следить за появлением новых схем обмана и уметь их выявлять. Это гораздо эффективнее, чем восстанавливать уже украденные учетные записи. Стоит ли передавать свои данные конкретному сервису или компании, решать вам, ну а чтобы не стать жертвой злоумышленников, в нашей программе вы узнаете о способах мошенничества и защиты от него. Это программа «Прокурор в теме». Я представляю гостя в студии прокурора железнодорожного района города Самара, старший советник юстиции Владимир Вениаминович Антонов. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, Владимир Вениаминович, какие преступления в основном сейчас совершаются как раз вот с использованием информационно-телекоммуникационных технологий? И скажите, пожалуйста, какова статистика этих преступлений? Ну, прежде чем начать наш разговор непосредственно о видах преступлений, о статистике, я бы хотел немножко углубиться в вопрос, почему эта тема стала настолько актуальной сейчас. О ней мы много говорим, но никогда не лишнее. Еще раз об этом всем напомните. В современном мире широкое распространение получило именно вот современные информационно-телекоммуникационные технологии. Это различные компьютеры, сотовые телефоны, планшеты, которые функционируют с использованием различных программ, программ, которые развивают коммуникабельность, именно взаимодействие потерпевшего и преступника, налаживание связи, это различные, ну, просто сотовые связи, WhatsApp, Viber, Telegram, другие аналогичные программы. И преступники стали использовать вот эти современные технологии именно как средство совершения преступления. Это очень удобно. Вообще смысл любого какого преступления заключается в чем? Чтобы преступник вошел в контакт с потерпевшим, если это мошенничество, обманул, получил личные данные его и с использованием этих личных данных уже совершил преступление. Кража денег, как правило, да? Кража, мошенничество, хищение, скажем так, хищение может быть в различной форме совершаться. Кража, мошенничество. Вот эти современные технологии, они позволяют не только взаимодействовать, да, потерпевшему и преступнику, ну, и возможность сейчас уже передать больший объем информации. Я имею в виду это фотографии, это видеофайлы. Конспирация осуществляется с использованием этих программ, цифровое шифрование этих программ, что также привлекает преступников именно как средство совершения преступления. Перечисление денежных средств в настоящее время происходит с использованием различных программ. Мы знаем там Яндекс.Деньги, Киви-кошельки, веб-мани, которые тоже зачастую конспирируются. Невозможно установить, кто непосредственно осуществил перевод этих денег. Использование различных криптовалют, биткоинов, тоже невозможно установить владельца этих денежных средств. Использование различных программ в виде онлайн-банков, банковских карт. Все это как бы делалось для того, чтобы облегчить, да, жизнь простых граждан. С одной стороны, жизнь, да? Да, с другой стороны, это все легко использовать именно для совершения преступлений. Вот в связи с этим данный вид именно информационно-телекоммуникационной технологии были выделены законодательством в отдельные квалифицирующие признаки во многих статьях. Ну, в основном, это кражи, как вот вы сказали. Кражи – это у нас тайные хищения чужого имущества. Был введен пункт Г, части 3 статьи 158. Это хищение электронных денежных средств, либо хищение с банковского счета. Была введена статья 159. 159 – это мошенничество, то есть хищение имущества путем обмана, либо злоупотребления доверия. Была введена статья 159 прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». И в статью, связанную с незаконным избытом наркотических средств, был введен пункт Б, части 2 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это вот предусматривающая ответственность именно за сбыт наркотических средств, с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-селекционных сетей. То есть мы видим, что законодатель со своей стороны на эту ситуацию адекватно реагирует. И все это делается для того, чтобы утяжелить именно наказание. Если преступник в своей деятельности преступно использует именно вот этот способ совершения преступления. Вот как бы предыстория всего того, почему этот вопрос в настоящее время является настолько актуальным. Ну а если говорить о статистике, то вот статистику по железнодорожному району приведу. Если всего в этом году, за 11 месяцев было совершено на территории района 1227 преступлений. Это о которых заявили? Ну это всего. Общее количество преступлений. 1227. То в сфере информационно-селекционных технологий, то есть как способ совершения именно вот это вот все, все, что я до этого перечислил. 437. По сути дела, каждое третье преступление. Ну практически половина, да. Каждое третье, по сути дела, именно с использованием информационно-селекционных технологий. Причем в прошлом году, за аналогичный период, было совершено таких 414 преступлений. То есть мы видим рост на территории района по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Если взять, посмотреть по категориям, вот основные преступления, как я уже сказал, это мошенничество, кражи, незаконный избыток наркотических, вообще незаконный оборот наркотических средств. То вот из 185 мошенничеств, используемые ТТ, совершено 89. То есть практически каждое второе. Из 451 кражи по пункту Г, часть третьей, квалифицировано 118. Это то есть каждое четвертое. Но здесь надо иметь в виду, что имеется в виду все кражи. Там и части первой, не только квалифицированные. Из 194 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 146. Совершено с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Вот этот рост и вот этот вот большой удельный вес именно этого вида преступлений говорит о том, что это является актуальной проблемой для правоохранительных органов, борьба именно с этим видом преступлений. Необходимо знать, что это за преступление, уметь с ними бороться и профилактировать. Ну и распознать, конечно, наверное, на первых шагах, когда вам звонит мошенник. Ну вот как видно, из приведенных статистических показателей, конечно, этот вид мошенничества актуален. Но, тем не менее, я попрошу вас сейчас разобрать и дать какие-то дельные советы, как не стать жертвой мошенников. О чем нужно в первую очередь думать и понимать, если, к примеру, вам звонит мошенник. Да, вот здесь вот я хотел бы сказать, что это специфика этого вида преступлений в том, что большую роль имеет его профилактика. Вот почему мы сейчас с вами об этом говорим. Как вы сказали, и до этого было несколько передач посвященному. Но вот этот вот рост, он свидетельствует о том, что, несмотря на то, что мы неоднократно об этом говорим, доводим до населения в различных формах вот эти все способы, все равно люди попадаются на мошенников, перечисляют свои деньги. А раскрыть преступление всегда легче, лучше, если преступления не будет, чем потом тратить силы на его раскрытие. Ну, суть любого преступления, связанного с мошенничеством, это то, чтобы преступник пытается обмануть потерпевшего и заполучить его личные данные. Чтобы потом получить доступ к его банковской карте, к его расчетному счету и оттуда непосредственно похитить денежные средства. Способов множество. Популярные приведите, пожалуйста. Способы периодически трансформируются. Используют преступники один способ, потом потерпевшие к нему, что называется, привыкают, перестают вестись на эту форму обмана, начинают использовать другой способ. Но вот анализ уголовных дел, анализ всей этой ситуации позволяет выделить несколько таких наиболее часто встречающих способов. Первый способ это когда преступник звонит, представляется сотрудником банка и говорит потерпевшему, что по его банковской карте произошла какая-то транзакция, которая кто-то пытается оформить кредит. То есть что-то такое, что якобы потерпевший не в курсе. И в связи с этим он говорит, что необходимо эту операцию отменить, просит сообщить ему сведения с банковской карты или с онлайн-банковской карты. Потерпевший сообщает ему сведения, преступник получает доступ и похищает денежные средства. Здесь еще есть один способ, когда, если не оформлен онлайн-банк у потерпевшего, преступник просит дойти до банкомата, вставить банковскую карту в банкомат, провести определенные манипуляции с банковской карты, также получает доступ, оформляет у себя на телефон онлайн-банк по этой банковской карте, также похищает денежные средства. Здесь что можно сказать? Никогда ни при каких условиях не говорите свои данные. В принципе, сотрудники банка настоящего, они никогда у вас их не потребуют, чтобы вы им сказали. Если у вас кто-то просит это сообщить, значит, уже нужно задуматься, что это именно мошенники. На всех банковских картах написаны номера для связи с банком. Позвоните в банк, выясните, действительно была или не была эта операция, действительно оформляется на нее кредит, вам сотрудник банка даст необходимую консультацию. То есть, вот это элементарные какие-то вещи, которые послужат тому, чтобы не попасть в этой ситуации в руки мошенников. Значительное количество преступлений в сфере ИТТ совершается с использованием торговых площадок. Я имею в виду, это здесь различные из рук в руки, Авито, Алиэкспресс, Юла. Да, через объявление по купле-продаже товаров. Здесь, возможно, различные совершенно способы. Когда преступник под видом покупателя связывается с продавцом, говорит о том, что я желаю приобрести товар, который вы продаете, желаю сделать предоплату, просит также сообщить номера реквизита банковских карт, банковских счетов. Потерпевший все реквизиты дает и, соответственно, происходит списание денежных средств. Здесь есть еще один такой способ, когда преступник направляет ссылку, пройдя по которой потерпевший вводит также свои полностью данные и также получает доступ к банковскому счету. Или просит оформить доставку. Вот лично я с таким способом мошенничества столкнулась сама, когда разместила объявление на одном известном сайте. Мне сразу же написали мошенники, мы хотим оформить платную доставку, пожалуйста. Но я здесь сразу все поняла, конечно, и не поддалась ни на какие уговоры. Поэтому это вот тоже каждый раз, как вы совершенно верно сказали, совершенствуются вот эти способы вымогания денег. Ну вот скажите, пожалуйста, а имеет ли место быть вот такой ценный совет, как спросить имя, фамилия, отчество сотрудника банка, если, к примеру, звонят, адрес учреждения, и уже потом положить трубку и проверить вот эту информацию? Ну здесь много способов. Вот давайте все-таки я закончу. Да, пожалуйста. Вот по поводу различных способов совершения преступления. Потому что я хотел бы лишний раз довести это до граждан. Может быть, кому-то это поможет и в лишний раз не попадется на уловки мошенников. Вот по поводу вот этой вот всей ситуации, да, как раз вот, как вы говорите, но только не в банк, а связаться, переговорить с этим человеком, который якобы хочет купить, взять в конце концов его данные, его контактные, потом сказать, я вам сейчас перезвоню, через некоторое время перезвонить, посмотреть, да, действительно, или нет. Нет, этот человек не скрывается, потому что если преступник, он максимально будет как-то шифроваться, свои данные не давать. Еще другие способы, которые существуют, это создаются сайты-двойники вот этих вот торговых сайтов, на которые забиваются свои данные, и также получается доступ всех личных контактов и похищаются денежные средства. Ну, данный вид встречается нечасто, и здесь от него довольно-таки сложно защититься. Надо просто, наверное, читать комментарии к этим сайтам, и если кто-то уже попадал, то уже заинтересоваться этой информацией, соответственно, лучше не связываться. Ну, и просто элементарный способ, когда предлагаются какие-то вещи для покупки, денежные средства перечисляются, а вещи эти не поставляются. От этой ситуации, как бы, никто не защищен, но здесь я говорю опять, чтобы защитить себя в подобной ситуации, необходимо чаще, активнее, как бы, контактировать с покупателем. С другой стороны процесса, да? Да, с другой стороной. Вот. Следующий способ, который тоже встречается и часто, это с использованием брокерских фирм. Когда предлагает различные товары для продажи, в основном дорогостоящие, золото, нефть, вложение денежных средств предлагается на бирже. Потерпевший вкладывает деньги и, соответственно, ничего не получает. Здесь хотелось бы, как сказать, чтобы защититься, но также смотреть отзывы об этой бирже, брокерской, так называемой. Вообще у нас Центробанк ведет, это деятельность лицензируемая, и Центробанк ведет учет всех бирж, которые осуществляют данный вид деятельности. Вот необходимо лишний раз посмотреть на сайт Центробанка. Есть ли она в перечне этих организаций? Нет. Если нет, то тоже уже, как бы, подумать о том, что здесь именно совершается преступление. И самый, пожалуй, распространенный способ и старый способ, который давно уже применяется мошенниками, это когда звонят, в основном в ночное время звонят потерпевшему, представляются сотрудниками правоохранительных органов, говорят о том, что у вас родственник попал в какую-то там нехорошую ситуацию, дорожно-транспортное происшествие, кражу, еще какое-то преступление совершил, и просто говорят о том, что эту ситуацию можно регулировать, если заплатить деньги. И очень многие на это клюют, что называется, относят деньги мошенникам, хотя потом звонят родственникам, все у них хорошо, все в порядке, никто ничего не совершал, но уже поздно, уже необходимо идти в полицию, писать заявление и искать этих лиц. Этот способ, он в последнее время несколько трансформировался, и мошенники нацеливаются на юридических лиц, под видом директора звонят сотрудникам организации и говорят о том, что необходимо перевести денежные средства за рекламу, еще за какие-то услуги. Тоже сотрудники не перезванивают, не удостоверяются, что действительно звонил директор или иной руководитель, переводят деньги, а оказывается деньги похищаются. Ну, здесь можно позаветовать только одно, все эти ситуации воспринимать спокойно, с холодной головой, что называется, сразу взять, позвонить родственнику, либо там директору в втором случае, да, выяснить, действительно эта ситуация имеет место, либо все-таки это совершается мошенничество. Еще один способ этого вида преступлений, на который я бы хотел поподробнее остановиться, это когда у нас потерпевший теряет свою банковскую карту, кто-либо находит эту банковскую карту и начинает пользоваться ею как своей, снимать с нее денежные средства, ну, снимать с нее денежные средства. Зачастую вот это все как-то воспринимается этим лицом легкомысленно, как-то вот я это нашел, значит, это мое. Да, я же не украл. Я не украл, да, могу, что хочу, то с ней и делать. И я бы вот хотел здесь вот обратиться именно вот к таким гражданам, что в данном случае у нас совершается преступление. Именно вот эта статья, про которую я уже говорил, 158, часть 3, пункт Г. Кража. Кража у нас подразумевает тайные хищения чужого имущества. Хищение понятия у нас тоже имеется. Примечание к статье 158. Это противоправное безвозмездное изъятие и или обращение чужого имущества в свою пользу, либо в пользу третьих лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу имущества. Вот в данной ситуации происходит неизъятие, как бы я не изымаю, я там не залез никому в карман, да, но не я имею в виду преступника. И не похищаю эту банковскую карту. Но у нас хищение, вот я еще раз говорю, подразумевает, и обращение чужого имущества. А вот обращение здесь уже признак этот имеется. Имущество это чужое, банковская карта она не ваша. Средства, соответственно, тоже. Средства, соответственно, тоже не ваши. В данном случае можно сказать, что это тип того находка, что я вот это нашел, и это мое. Нет. Отношения с находкой у нас тоже регулируются гражданским кодексом. Это статья 227 гражданского кодекса, который четко регламентирует, что лицо, нашедшее вещь, обязанное ее передать владельцу, собственнику или иному полномоченному на получение этой вещи лицу. Если нашел ее в транспорте или в помещении, то представитель владельца этого транспортного помещения. Если собственник или владелец этой вещи не установлен, то необходимо сдать его в органы полиции, либо органы местного самоправления, либо хранить у себя с разрешения этих органов. И в данном случае, если обнаруживается банковская карта, то в принципе не составляет более труда установить его владельца, дойти до банка, узнать контактные данные, либо там ее сдать сотрудникам банка. И невыполнение вот этого всего может как раз свидетельствовать о том, что у лица был умысел, направленный на хищение денег с этой карты. Я почему так подробно говорю? Потому что такая ситуация, она довольно-таки распространенная. А вот у меня к вам встречный вопрос. Вы так подробно об этом говорите. Но ведь неужели, если человек потерял банковскую карту, то первым шагом нужно позвонить в банк и заблокировать от мошенников. Неужели это не укладывается в голове? И средства снимаются. Но ведь средства можно снять до 1000 рублей. Здесь ведь тоже не разгуляешься, как говорится. Поэтому вот эти шаги, наверное, нужно предпринимать в первую очередь, чтобы обезопасить себя от хищения своих средств. Нет, да, я с вами полностью согласен. Конечно, здесь определенные доли беспечности и потерпевших существуют. Но бывают ситуации, они довольно-таки часто, когда не сразу он обнаруживает, пропазывает и банковская карта. Когда их несколько, одна из них утеряна. Либо другие какие-то ситуации. Если не подключено смс-оповещение в онлайн-банке, то вообще, наверное, когда в следующий раз только пойду в магазин, я это все обнаружу. Поэтому как бы такие ситуации возникают. Вот, да, обращаясь к потерпевшим, здесь необходимо сказать, что как только обнаружили пропажу карты, необходимо заблокировать ее, позвонить в банк, либо через онлайн-банк заблокировать карту. Это, возвращаясь к началу нашего разговора, всегда легче профилактировать преступление, чем его раскрывать, установить преступников. Ну вот, возвращаясь к тому, насколько это актуально, в этом году на территории железнодорожного района расследовалось 13 подобных уголовных дел. Из них 10 были направлены в суд, остальные сейчас еще в производстве. Причем, я вот говорю, потерпевшие, в принципе, это не то, что какие-то асоциальные личности, а это вполне нормальные граждане, которые вот так вот легкомысленно относятся к этой... Не знаю, не закон не освобождает от ответственности. Вот пример даже скажу. Да, пожалуйста. Две женщины гуляли в парке с детьми, абсолютно положительные, нашли банскую карту, начали пользоваться ею, покупали в магазинах различные товары, игрушки даже детям покупали, обеды там оплачивали. Ну, в конечном счете предъявлено обвинение, дело уголовное направлено в суд. И еще раз обращаюсь, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Вот как раз, перейдя к наказанию и ответственности, какая ответственность предусмотрена за совершение преступлений, если мы говорим как раз вот об информационных технологиях? И сложно ли все-таки раскрывать такие преступления? Ну, вот в этой ситуации, как бы в продолжении предыдущего вопроса, да, по статье 158, часть 3, пункт Г, у нас предусмотрено максимальное наказание в виде 6 лет лишения свободы. Вот, то есть такое серьезное довольно-таки наказание, да. Если произошло хищение свыше 1 миллиона рублей, это уже часть 4, там 10 лет лишения свободы. Ну, и различные дополнительные виды наказания предусмотрены в виде штрафа, обязательных работ, но я не буду уже на них подробно останавливаться. В основном суды приняют именно такой мер, как незаконное лишение свободы. Если говорить по 159 прием 3, это мошенничество с использованием электронных средств платежа, то здесь наказание назначается в зависимости от частей этой статьи. Если по части 1 максимальное наказание, это до 3 лет лишения свободы, по части 2, если преступление совершено с использованием служебного положения, либо с причинением значительного ущерба потерпевшего, это когда сумма ущерба превышает 5000 рублей до 5 лет лишения свободы, по части 3, если преступление совершено с причинением крупного ущерба, это когда свыше 250 тысяч рублей, до 6 лет лишения свободы, по части 4, это когда, если преступление совершено организованной группой, либо в особо крупном размере, то на сумму свыше 1 миллиона рублей, до 10 лет лишения свободы. То есть вот такие серьезные меры ответственности за это все предусмотрены. Ну, наказание назначается также в соответствии с нормами уголовного кодекса Российской Федерации, при этом учитывается личность подсудимого, смягчающие, отягчающие обстоятельства, обстоятельства совершенного преступления, мнение потерпевшего, вот, как бы с учетом вот этих всех обстоятельств назначается наказание. Скажите мне, пожалуйста, что делать, если все-таки человек стал жертвой мошенников, в первую очередь, куда нужно обращаться? В прокуратуру? Ну, в прокуратуру тоже можно обращаться, но в первую очередь у нас, ну, во-первых, у нас не существует какого-то особого порядка обращения именно по этой категории преступлений. Порядок он общий. В любом случае, если у нас какой-либо гражданин стал жертвой совершенного преступления, ему необходимо в ближайшее отделение органа полиции обратиться с заявлением. В письменной форме может быть подано заявление, либо в устной форме. Если в устной форме, то оно заносится в протокол, регистрируется, а подача заявлений в письменной форме выдается талон уведомления с номером регистрации, по которому, как бы, уже идентифицируется это заявление. По данному заявлению проводится проверка в порядке нормы Уголовно-процессуального кодекса в течение трех суток. Этот срок может быть продлен до 10 суток, в исключительных случаях до месяца этот срок может быть продлен. По результатам принимается одно из нескольких решений, это о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела, о передаче сообщений по подследственности, когда в другой район, в другой область может быть направлено данное заявление. Если заявитель не согласен с принятым решением, то вот в данном случае уже обжалуется это решение, вот как вы сказали, в органу прокуратуры может быть обжаловано. Если выносится постановление об отказе, а заявитель не согласен с тем, что отказано в возбуждении уголовного дела, считает, что в отношении него совершено преступление, то подается жалоба в районную прокуратуру, либо в прокуратуру города, в прокуратуру области. Может быть обжаловано вышестоящим должностному лицу, также начальнику органа полиции, района, города, Министерство внутренних дел по области, либо в порядке статей 125 Уголовного провинциального кодекса в суд. Это как бы порядок обжалования решений, в случаях, когда заявитель считает, что оно незаконное. — Ну что же, подводя итоги нашему сегодняшнему с вами очень продуктивному разговору, я хочу предоставить вам заключительное слово. Что бы вы хотели сказать, исходя из вышесказанных фактов, вами, как обезопасить себя от мошеннических действий? — Ну, как бы вся тематика нашего сегодняшнего разговора была этому посвящена. Но если как бы резюмировать наш сегодняшний разговор, я бы хотел гражданам сказать, просто-напросто не будьте такими доверчивыми. Мошенник, он ведь хочет обмануть и часто обманывает. Не надо вестись, не надо считать, что вы где-то там можете заработать, что вам предлагают вот баснословные проценты, баснословные суммы денег, не позволяйте себя обмануть. Вот, исходя из того, что я сегодня сказал, если вот хоть один человек прислушается и не пойдет на поводу мошенник, то можно сказать, что мы с вами здесь сегодня не зря собрались. — Спасибо вам большое, я в этом просто уверена. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Прокурор в теме». Как сказал мой сегодняшний гость, не дайте себя обмануть. Всего хорошего, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова